Ассист-визит на площадке Смоленск КС В Десногорске открыт велосезон На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск КС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». 23 энергоблока в работе, 12 блоков в ремонте, на Воронежский блок 7 на этапе физпуска. Мощности в работе 20 238 мегаватт. По году выработка 104,1% выработано 2 млрд 586 млн кВт-ч дополнительно. На Смоленск КС в работе второй и третий энергоблоки. Общая мощность составляет 2101 мегаватт. Энергоблок номер один с 6 апреля находится в плановом предупредительном ремонте продолжительностью 75 суток. Выработка электроэнергии Смоленск КС за 22 дня апреля составила 1,06 млрд кВт-ч, что превышает плановое задание на 49 млн. Всего с начала года выработано более 5,5 млрд кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск КС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 15 по 19 апреля на Смоленск КС в формате ассист-визита проходила миссия технической поддержки Всемирной ассоциации организаций эксплуатирующих АЭС. Международная команда, представленная экспертами Московского центра ВАО, АЭС Гронды Германия, Инпо США, Калининской, Ленинградской АЭС, Научно-исследовательского центра прогноз, оценивала деятельность Смоленской станции по тематике выявления и фиксации эксплуатационных проблем. Кроме того, эксперты отметили 23 передовые практики, которые вошли в предварительный отчет. В частности, это сохранение критически важных знаний, использование инструментов предотвращения человеческих ошибок, цифровизация производства, применение мобильных устройств для фиксации недостатков в работе оборудования, использование мобильных станций для коммуникации, качественно функционирующая система проведения наблюдений за работой персонала и другие. Для совершенствования деятельности по тематике миссии эксперты предложили улучшить работу по таким направлениям, как коммуникации, рабочие процессы, состояние оборудования, рабочее поведение и лидерство. 18 апреля на конференции трудового коллектива «Смоленск АЭС» подведены итоги выполнения коллективного договора за 2018 год. Интересы работников обсуждений документа, регулирующего социально-трудовые отношения на предприятии, представляли 235 делегатов. Как отметил директор «Смоленск АЭС» Павел Лубенский, со стороны работодателя все обязательства и условия коллективного договора в 2018 году выполнены в полном объеме. В числе важных задач на 2019 год – выполнение утвержденного задания ФАС по выработке электроэнергии, получение лицензии на дополнительный срок эксплуатации ядерной установки энергоблока номер 3, проведение ремонтов энергоблоков с выполнением целевых показателей по сокращению их продолжительности, начало загрузки кобальтовых поглотителей на энергоблоке номер 3, проведение в сентябре повторной партнерской проверки, участие «Смоленск АЭС» в двух крупномасштабных учениях. По словам председателя профсоюза САЭС Юрия Кузнецова, профсоюзная организация и коллектив свои обязательства по коллективному договору за 2018 год выполнили. Единогласно делегаты признали выполнение коллективного договора за 2018 год удовлетворительным. На «Смоленск АЭС» не только создаются все условия для безопасного выполнения производственных задач, но и ведется большая информационно-разъяснительная работа по соблюдению правил охраны труда и профилактики травматизма. Конкурс агитационных плакатов – одно из многочисленных мероприятий, организованных в рамках празднования Всемирного дня охраны труда. На суть жюри было представлено 39 работ. Основными критериями оценки стали содержательность агидок, смысловая нагрузка, креативность и запоминаемость. Первое место жюри присудило мастеру управления производственно-технологической комплектацией Игорю Даниленкову. Заведующая центральным складом УПТК Светлана Фомина заняла второе место в конкурсе. Третье место жюри присудило инженеру-конструктору конструкторско-технологического отдела «Лилии Черных». 20 апреля в Десногорске состоялся пятый весенний кубок школьной лиги КВН, организованный молодыми атомщиками при поддержке администрации профсоюза Смоленск АЭС. На протяжении двух часов со сцены ЦСОНИ-3 назвучали шутки, а зал оглушали взрывы смеха и громкие аплодисменты. Пять команд общеобразовательных школ и Дома детского творчества с упоением и азартом обыгрывали тематику «Весь мир театр и люди в нем актеры», которую организаторы приурочили к году театра в России. Как и прежде, игру вел КВНщик в запасе Владимир Муравьев, инженер управления производственно-технологической комплектации Смоленск АЭС. Искрометному юмору, находчивости и изобретательности юных актеров можно было только позавидовать. Они примерили на себя невероятное количество ролей – родителей, учителей, атомщика, электрика, водителя автобуса, кондуктора и многие другие. Шутили на актуальные для города темы. Больше всего ярких сценок и миниатюр было посвящено самым насущным заботам школьников. Как ответить на уроки, если не выучил, как сдать ЕГЭ, где весело отдохнуть в городе, как похудеть к лету. Не осталось без внимания ребят Смоленск АЭС, которые являются самой главной достопримечательностью города, и все экскурсионные маршруты связаны только с ним. К тому же на атомную станцию, по их мнению, очень трудно устроиться. Нужно быть круглым отличником, чтобы в будущем крутить турбину. Команды старались, волновались, но им помогала горячая поддержка зала, который встречал в каждое выступление каждую удачную шутку шквалом оваций. На долю жюри, которую возглавил заместитель председателя профсоюзной организации Смоленск АЭС Игорь Хомяков, выпала нелегкая задача – оценить веселых и находчивых в трех конкурсах. Но игра есть игра. И победу одержала команда школы номер три – «Три в одном». На втором месте команда школы номер четыре – «Сила трения». Бронзовым призером стала команда школы номер один – «Стражи Дикси». Приз зрительских симпатий достался команде «Три в одном», у которой оказалась самая горячая команда болельщиков. Самой музыкальной командой стала команда «Сила трения». Она же получила спецприз организации молодых атомщиков Смоленск АЭС. Лучшей шуткой признана миниатюра ностальжи в исполнении команды «Несколько хороших людей» – «Школа номер два». Специальным призом председателя профсоюзной организации САЭС отмечена команда Дома детского творчества «Дедэшки». Мистером КВН стал Даниил Макшаков – «Три в одном». Мист КВН – Юлия Бочкарева – «Несколько хороших людей». Очень отранно, что зал у нас пол. И это говорит о том, что традиции КВН в нашем Десногорске только крепнут. Огромное спасибо нашим командам, которые были молодцы. Они подарили нам настоящий праздник. Море позитива, энергии, аплодисменты, шуток. Нам было действительно очень приятно, весело и задумно. Конечно же, большое спасибо нашим зрителям. Ну и, конечно, я хотела бы сказать огромное спасибо организаторам. Все команды получили в подарок не только овации от зрителей, кубки и медали, но и сладкие призы от профсоюза САЭС. Рекордное количество участников – более ста человек – собрал весенний парад велосипедистов в Десногорске. Массовый старт по традиции, открывший велосезон в городе, прошел 21 апреля. Его организовали молодые атомщики, энтузиасты велосипедного движения при поддержке профсоюза СМОЛЕНСКАЭС. Стартовав у памятника «Добрый ангел-хранитель мира», яркая колонна велосипедистов красиво проехала по улицам города. Как отметил инициатор велосипедного движения, инженер цеха вентиляции СМОЛЕНСКАЭС Дмитрий Екименко, первый велопарад в Десногорске прошел в 2015 году. С тех пор наше Тамград охватил настоящий двухколесный бум. Особенно популярность велосипедного спорта растет среди подрастающего поколения. В этом году они были самыми многочисленными участниками заезда. Кстати, самому юному из них было чуть больше полутора лет. Финишировали спортсмены на учебно-тренировочном комплексе «Скалодром» в самом любимом месте отдыха десногорцев и гостей города. Здесь они провели экологический субботник, присоединившись к всероссийской акции «Зелёная весна-2019». Собрали мусор, накопившийся за зиму в районе стенки и на побережье водохранилища. Его вывез на «Газели» на утилизацию Алексей Минаков, постоянный участник экологических акций велосипедистов. Когда мы приезжаем сюда после зимы, мы видим здесь горы мусора, битые бутылки, стекло, окурки сплошь и рядом, пластиковую какую-то посуду, что нерадивые туристы оставляют за собой. Поэтому одним из пунктов нашего велопробега, велопарада, старта сезона, мы делаем уборку на «Скалодроме». Приятным завершением открытия велосезона стало традиционное угощение «Настоящий плов», который искусно приготовил активист Организации молодых атомщиков Андрей Кукушкин. Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в общегородском субботнике, который состоится в нашем городе 26 апреля. С 24 по 26 апреля физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» пройдет муниципальный этап чемпионата по футболу для дошкольников «5+. Это мероприятие программы «Школа Росатома» для девчонок и мальчишек из всех детских садов города. Ребята серьезно тренируются и обязательно хотят победить. Приглашаем болельщиков на начало соревнований 24 апреля в 10.30. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру А также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»